Вес 66 килограммов 400 граммов 22 года Чемпион Москвы по панкратиону Сегодня у него профессиональный дебют Из города Оли, Киргизия Примберджи Бекмерза В красном углу ринга Боец с ростом 180 сантиметров Вес 65 килограммов 800 грамм 21 год Чемпион всероссийского турнира по панкратиону Профессиональный рекорд 3 боя 1 победа, 2 поражения Из города Краснодар, Россия По прозвищу Доктор Махочи Садитов Бойцы на середину Бойцы на середину По затылку не бьем, позвоночник не бьем, в пах не бьем Слушай внимательно мои команды Разошлись по углам Все готово к началу поединка Примберди Улубек Мерза против Махоча Садитова Кстати, Примберди Улубек Мерза Очень был недоволен тем, что объявили его дебютантом Потому что у нас-то тоже, в общем-то, по-моему Нет, у нас записано как раз, что есть две победы при отсутствии поражения И именно этим фактом, видимо, Бек Мерза и был недоволен И сделал вес Да, но и получает минус балл Бек Мерза за то, что не сделал вес Это важно Да, а, кстати, Махочи Садитов любезно позаимствовал прозвище Доктор у Джорджо Петросяна Не знаю, в курсе ли сам Петросян, что у него есть последователи в этом смысле Поговаривают, что скоро поединок Джорджо и Влада Туйнова сложен Да, 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 хотят их свести Но, с другой стороны, хочешь быть лучшим, побеждай лучших Вопрос где этот поединок будет? В Белатере или в России? Ну да ладно, давайте обратим наши взоры в ринг И мы видим, что у Махочи Садитова приличное преимущество в длине рук В ричи так называемом Его оппонент Примберди крепко сбитый Короткие рычаги Ну, наверное, лучше будет чувствовать себя на ближней дистанции Посмотрим Действительно, уже отмечали мы серьезное преимущество в росте у Садитова Старается он атаковать с дистанции Продергивает друг друга и слева попал Примберди В итоге заходит в борьбу с Агитов Причем начал так заходить, что я подумал, что он падает лицом вперед От пропущенного удара Я думаю, неужели нокаут? Нет Это был хитрый ход, проход в ноги И сейчас удерживает шею соперника Примберди Но здорово Здесь освобождается от контроля ногами Махоча Садитов И сейчас ему нужно только лишь освободить шею Захват одной рукой Поэтому проблем никаких Казалось бы, уже обошел гард Но нет Бекмарза все-таки подработал правой Сейчас диагональ Вяжет Кстати говоря, сейчас То, что Бекмарза существенно ниже Ему помогает Наоборот Завязал правую руку соперника Примберди Не позволяет он бить себя С сильнейшей руки Работает левой рукой по печени И пытается переводить на голову Но здесь Бекмарза тоже неплох По туловищу, да, это все неприятно Но, что называется, не смертельно Гард закрыт Из этого положения Не отбрасывает пока Примберди соперника Хотя, казалось бы, под бедра может ставить ноги Продолжает отдавать контроль Бекмарза Ну и Садитов не так много делает По большому счету Да, ударов почти нет Ударов в голову вообще нет Поэтому особого урона Примберди Бекмарза не получает Вот сейчас, да, с переводом на голову Попытался ударить Махоча Садитов Но это было вскользь Ничего серьезного Опять Еще две минуты есть И надоело рефери наблюдать за этой картиной Поднимает он бойцов Посмотрим, как сейчас начнет действовать Бекмарза Ему нужно отыгрываться Хайкик за шагом в исполнении Махочи Со смещением в сторону Бил сейчас Садитов Садитов, в принципе, побыстрее Вкладывается практически в каждый удар Примберди Бекмарза Но у него, в общем-то, выбора иного нет Кроме как соперника вот так останавливать Пытаться потрясти Своими ударами Хороший лоу-кик Тут же контр-выпад в исполнении Садитова Поджал сейчас Махочи соперника в угол Ну и боец из Краснодара Не пошел вперед Хотя, казалось бы, была возможность Ждет, когда бросится Садитов навстречу Бекмарза Для того, чтобы нанести удар Возможно, коленом Если учитывать желание Садитова идти в борьбу Но не получилось В итоге добился своего Махочи Очередной перевод За минуту до конца раунда Если удастся отконтролировать Соответственно, раунд он этот заберет Да, пытался выйти на гильотину Премьер Диббек Мерза Но очень легко Опять шею освобождает Махочи Садитов Снова работает сверху Контролирует Использует удар молот Да, так называемый Хэммерфис Но пока тоже все без акцента Без амплитуды Демонстрация активности Вот сейчас неплохо Правый сбоку Пытается бить со спины Премьер Диббек Мерза Но мы знаем, что такие удары Едва ли могут нанести существенный ущерб И только лишь выполняют Такую отвлекающую функцию Рефери сейчас молодец Разобрался Надо было, наверное, еще пораньше поднимать Ему виднее Так или иначе Премьер Диббек Мерза Отлично минимизировал ущерб Тут же тейкдаун Навстречу под одну ногу Отлично И сразу обходит гард Находящий Садитов Концовка вновь остается за ним Боковой контроль И сейчас время раунда закончится Да, очень уверенный первый раунд для Махоча Садитова Разумеется, он его забирает Сомнений ноль Ну а что касается Премьер Диббек Мерза То, наверное, ему нужно каким-то образом постараться Донести свои кулаки до челюсти соперника И тогда уже у него появится шанс Ну опять же, если Садитов будет удачно и успешно бороться во втором отрезке Совершенно не факт, что функционально Бегу разобращать Бойти из Киргизии да из Казахстана Это, как правило, спортсмены с отличной функционалкой Поэтому на это рассчитывать, наверное, Махочу не придется Пламентом Итак, второй раунд Начинается он с атак Биг Мерзы Внутренний лоу-кик Да, и очень тяжело, конечно, на такой дистанции будет что-либо сделать Биг Мерза Вот опять бежит вперед Да, чувствует соперника на ногах Хорошо подхватывает ногу оппонента Махочи пытается соперника перевести Да, уверенно И сколько Биг Мерза пропустил Уже, когда придерживал ногу Сагита Там был и удар ногой, и рукой зацепил справа В целом эпизод однозначно замахочен И при помощи колена пытается разорвать вот этот замок, который сцепил Биг Мерза Если разорвет, дело может закончиться все и досрочно В маунт пока не пускает оппонента Примберди Но, тем не менее, боковой контроль у Махочи есть И можно здесь довольствоваться малым Трусовывает колено на живот, прям сильно Тут же переходит на болевой прием В итоге проиграл позицию И в маунт уже заходит высокий, причем Примберди Да, очень быстро меняются позиции, как и в предыдущем поединке Да, удар в затылок мы сейчас с вами видели И продолжает оставаться за спиной оппонента Примберди И заправляет ноги Придется сейчас и подбородком, возможно, поработать немного Сагитову Наносит размягчающие удары Биг Мерза И опять может он лезть в маунт? Нет, не сможет Потому что Махочи вовремя воспользовался ситуацией Заброшены ноги на треугольник Нет, захвата нет никакого Срывается этот самый захват Еще одна попытка Хорошая, интересная борьба Получается во втором раунде Трудно дать кому-то преимущество Очень близкие были к Сабмишину Как один, так и другой Но, наверное, Биг Мерза чуть ближе По туловищу Бьется спиной опять Примберди Биг Мерза Но, опять же, да, эти удары не носят Какого-то разрушающего характера Потому что, конечно, из такого положения ударить И сделать реально больно тяжело Ну, при прочих раундах все-таки Сагитов контролирует Этот фактор также будет занесен Плюс в стойке он, наверное, поинтереснее был Бойцы, активнее подниму Меньше половины раунда впереди Стой! Очень веский бой получается Да, вязкий, вот эта самая борьба Она, безусловно, выматывает Лишает сил У кого их больше? Вот что интересно Две минуты Поджимает Биг Мерза Понятно, что ему нужно прибавлять С двоечкой на «вы» без подготовки И, конечно же, тут же сокращает дистанцию Более высокий Махоч из Агитов Хотя, казалось бы, да? Нет, также уверенно Одной рукой опять придерживает шею соперника Биг Мерза Это временно Тут же заходит боковой контроль Все планомерно, аккуратно Плечом И сейчас окажется в фулл-маунте Да, так и происходит Растягивает Хорошо, но давил плечом на подбородок соперника На челюсть Махоч из Агитов И это тоже позволило ему влезть И вот оно преимущество в росте Прям наглядно вы сейчас видели Не удается ногами ничего не сделать Ничего не получается у Биг Мерзы в этом смысле Ну и отжаться у Сагитова так же не получается Ну я думаю, он не особо старается Потому что время работает на него Контроль сейчас у Махоча Сагитова Поэтому пытался при помощи моста Сбросить соперника с себя Примберди у Лу Биг Мерза Ничего не вышло Фулл-маунт Наконец-то отлепился от соперника Махоч из Агитов Но как-то без особого желания, если честно И переворачивает оппонента Биг Мерза Теперь он уже сверху И есть у него 45 секунд для того, чтобы взять реванш за проигранные эпизоды Мало, безусловно, но нужно делать Чувствуется все-таки не очень большой бэкграунд В выступлениях как у одного, так и у другого спортсмена Очень легко бойцы отдают позиции в борьбе Хорошо завязал соперника Прижал к себе Махоч из Агитов И, разумеется, принудил он буквально рефери Перевести бой в стойку Тяжело поднимаются спортсмены Видно, что бензин на исходе А еще пять минут Пытался прихватить ногу соперника после внутреннего лоукика Примберди Но был готов к такому развитию событий Махочи и ногу не отдал Одним словом, вслед за первым Махочи с Агитов забирает и второй раунд А еще в первый минус балл Да, да, да Очень серьезное преимущество у Махочи с Агитова И сейчас Примберди спасет только нокаут Даже победа в раунде со счетом 10-8 Не обеспечит ему итогового успеха Но опять же, здесь же действительно Мы не говорим ни о каких равных возможностях В первом и втором раунде Здесь все более-менее очевидно Конкретно в этом поединке Но не только нокаут Опять же, если так много борьбы Мы видели, как Примберди может и умеет бороться Его может спасти и болевой, и удушающий приют Да, досрочное завершение Именно это мы имели в виду Но пока таких предпосылок нет Никаких Насколько быстро зайдет Сагитов в борьбу В третьей пятиминутке Потому что в стойке сражаться с Примберди Это значит, что давать ему шанс на лаки пальчик Как раз тот самый Бой! Надо рисковать, а третий раунд головой Ну и понятно, что сейчас секунданты говорили именно Мохочи эти слова Тактический раунд нужно показать Много движения, возможно, потребуется Много контроля Рисковать нужно Примберди Хорошо слышит своих секундантов Сагитов Да, вот так немножко заигрался Мохочи и чуть не нарвался На встречные удары Примберди все еще опасен, безусловно Несмотря на то, что бензин у него заканчивается Может вложить все оставшиеся силы в один удар И закончить бой Что можно сделать одним ударом Мы видели вчера на турнире Fight Nights Одним ударом за три раунда Одним только Ну, смею с вами немного поспорить В суке хоккейка там было два А точный был один Заряжается на удар справа Бег Морза раз за разом Но не решается пробивать Не хочет проваливаться Его можно понять Соперник гораздо выше И, конечно, лететь на него вот так Очертя голову нельзя Ни в коем случае Да и тут же перевод будет Но, с другой стороны, нужно рисковать Так или иначе Потому что можно проходить вот так Весь раунд до финальной сирены И что? Будет поражение по очкам Оно надо Вопрос, когда будет рисковать Есть еще три с небольшим минуты Чувство тайминга тоже очень важно Оу, хорошо опять после подхвата ноги И тут же ногой Поскальзывается, махочет Тут же поднимается Вот сейчас как раз было видно Что Примберди в этой ситуации Как раз должен был включаться на все 200% Такого шанса, может, больше и не будет Но два удара и все Соответственно, взвинтить темп Примберди, возможно, уже и не может Да, это действительно так Ну, по крайней мере, визуально Может быть, там у Примберди какой-то хитрый план Да, по Блицкригу в самые последние мгновения Да, это перевод И, скорее всего, лавочку можно закрывать Сейчас будет стараться активно контролировать соперника Махоча Сагитов Нанося удары Не выходя, да, как мы это видели На какие-то соммишины, да, не пытаясь чего-то там Искать добра от добра Просто контроль, просто удары И просто ожидание То есть самой финальной серии, которая принесет Махоча Сагитову вторую победу Напомним, что сейчас у него рекорд пока отрицательный Отрадно то, что Сагитов действительно уже научился проводить умные поединки То есть для возраста 19, 20, 21 Характерны какие-то неправильные решения, эмоциональные Возможно, когда ты чувствуешь, что можешь докрутить этот бой Можешь закончить его досрочно Перестаешь слышать огол Идешь вперед и нарываешься на что-то неприятное Здесь с этим все в полном порядке Холодная голова, холодный расчет Полторы минуты до конца раунда И, соответственно, бой Поджимает при Берди Но вот такое-то Одиночными ударами, конечно, тяжело будет достать Нужно лезть, нужно идти вперед Сейчас уже не имеет значения, переведут тебя или нет Нужно пытаться бить, бить, бить Вот сейчас характерный момент был Слева видел прекрасно Сагитов, что может нанести удар Пробивает его, попадает, но не вкладывается полностью Как раз элемент тактики здесь также проскочил Устал, устал при Берди Видно, что вроде бы и хочет, да, а бить уже особо нечем Ну вот так Конечно, и начинает бить еще от своего угла Конечно, это будет мимо денег Нет, надо на ножках подкрасться, подготовить, раздернуть Вынудить соперника допустить ошибку Вот хороший лоукик, кстати, такой неплохой В исполнении Берди Должны мы что-то увидеть от Бекмурза В концовке Последние секунды Финишный спурт Это четверть-финал Гран-при Ну неужели не пойдет? Вот! Сейчас и в итоге навстречу тейкдаун Нет, он не получается В итоге Но может быть все-таки стащат Сагитов оппонента В любом случае это уже жирная точка в этом поединке Вот так она выглядит Окончательно Все, бой закончен Да, сирену мы не слышали Здесь гонг Но, учитывая, опять же, недавние события Сирену нужно очень хорошо слышать И быть к ней готовым А то там как ногой в голову прилетит Да, конечно Сумасшедшая развязка вчерашнего поединка И, естественно, его будут вспоминать Да, еще долго будут обсуждать Да и более того Нокаут, возможно, станет лучшим нокаутом С семнадцатого года Ну, одним из лучших Так уже практически все Готово к вынесению Судейского вердикта Ну, старался, работал Примберди Как мог И мы напоминаем вам, уважаемые телезрители Не забывайте заходить в группу Телеканала Матч Боец Вконтакте Там вы видите анонсы всех трансляций А также различные эксклюзивные, в том числе, видеоматериалы И, господа, в этой встрече единогласным решением судей Победу одержал боец из города Краснодар, Россия По прозвищу доктор Махочи Сагита Поздравляем Сравнялся у него рекорд В плане побед и поражений Две победы и столько же неудач Желаем успехов Махочи Сагитова дальше А конкретно в полуфинале Ты мой попадание